Всем привет! Сегодня опять поговорим про Беларусь, про то, что там происходит. Уже более месяца в Беларуси не утихают протесты, они все такие же многолюдные люди. Продолжают каждый день выходить на улицы, меняются форматы акций, но видно, что никто не собирается мириться с тем, что Лукашенко украл выборы. И сегодня хотел бы с вами поговорить о том, каким путем дальше может пойти Беларусь. Потому что страна сегодня находится буквально на развилке. И от того, насколько люди будут настойчивы, будут ли они прощать тот беспредел, с которым они сталкиваются? Согласны ли они мириться с тем, что у них украли выборы, с тем, что их избивают, что их расстреливают, что их пытают? Согласны ли они мириться с Лукашенко, который вцепился в кресло, который узурпировал власть, который развалил экономику? От этого будет зависеть будущее страны. В одном из прошлых роликов, где мы обсуждали экономику Беларуси, я говорил с Гуриевым, известный экономист российский. И мы обсуждали различные модели страны, которые могли бы быть примером для Беларуси. И прозвучало сравнение, что Беларусь может развиваться по сценарию Венесуэлы, а может развиваться по сценарию Польши. Собственно, про эти две страны сегодня хотел бы с вами поговорить. Власти Беларуси сейчас стоят перед выбором. Они могут продолжать подавлять протесты, игнорировать требования оппозиции, обвинять во всем внешних врагов, еще глубже зарываться в международные санкции и тянуть деньги из своих союзников. Или же они могут сесть за стол переговоров, пойти на компромиссы, провести новые выборы, дать людям самим выбрать, кого они хотят видеть у власти. И потом не мешать законно избранным властям, новым властям проводить необходимые реформы. Самое интересное, что оба этих пути уже были пройдены другими странами. В первом случае у нас есть пример Венесуэлы, которая уже много лет бьется в агонии политического и экономического кризиса. И во втором случае у нас есть пример Польши, которая ближе к Беларуси, это соседняя страна. Которая с большим трудом, но все-таки пришла к постепенной смене режима и перехода на рыночную экономику. Сегодня я хочу подробно поговорить о том, как развивались события в Польше и Венесуэле. И какие уроки белорусские политики могли бы из них вынести. Начнем с Венесуэлы. Политический и экономический кризис в этой стране тянется уже очень давно. Но если говорить о недавнем обострении, то оно началось в 2019 году, после очередных президентских выборов. По официальным подсчетам Николас Мадуро набрал на них 68% голосов. Большинство стран Запада и Латинской Америки его победу не признали. Дело в том, что Мадуро еще перед выборами завел уголовные дела на нескольких популярных оппозиционеров. И все они оказались либо в тюрьме, либо в изгнании. Что-то мне это напоминает. И на самих выборах тоже были зафиксированы массовые нарушения. Да, все это очень напоминает Беларусь. Но есть один нюанс. Еще в 2015 году коалиция оппозиционных партий сумела занять большинство мест национальной ассамблеи. Так называется Венесуэльский парламент. А в 2017 году она объявила Мадуро диктатором и попыталась отстранить его от власти. Итоговое решение должен был вынести Верховный суд. Гуайдо объявил чрезвычайное положение в связи с узурпацией власти и назначил себя исполняющим обязанности президента. Он заявил, что его цель создать переходное правительство, сменить Мадуро с президентского поста и провести новые честные выборы. Гуайдо признали многие страны Латинской Америки, США и Канада. Евросоюз тоже выступил в его поддержку. Таким образом, после выборов в Венесуэле сложилась система двоевластия. С одной стороны Мадуро, его ручной парламент и армия силовиков, а с другой оппозиционно-национальная ассамблея и Хуан Гуайдо, легитимность которого в стране решили не признавать. Его объявили агентом США, который пытается разрушить Венесуэлу изнутри и превратить ее в марионеточное государство. Все принципиальные сторонники Мадуро, вроде Путина и Лукашенко, тоже назвали Гуайдо проектом Вашингтона и обвинили США во вмешательство в внутренние дела Венесуэлы. На фоне этих событий в стране началась новая волна массовых протестов, часто перерастающих в беспорядки столкновения с военными. За несколько месяцев на протестных акциях погибло около 60 человек, сотни были ранены. В конце апреля Гуайдо записал видео, в котором объявил, что операция по смещению Мадуро вошла в финальную стадию. Он призвал армию совершить военный переворот и положить конец диктатуре, но армия в итоге осталась лояльна Мадуро и Гуайдо остался ни с чем. После этого события популярность Гуайдо стала стремительно падать. Народ разочаровался в оппозиции, потому что она так и не смогла выполнить своих обещаний. Уличные протесты против неудачного переворота тоже стали утихать и к осени 2019 года практически сошли на нет. Люди потеряли веру в перемены, а вместе с ней и желание рисковать своим здоровьем в столкновениях с силовиками. Итак, Мадуро удержался у власти, но это обернулось новыми проблемами. Многие страны ввели санкции против Венесуэлы и это очень больно ударило по и так загибающейся экономике. Долгие годы страна выживала исключительно за счет продажи нефти, но в 2014 году цены на нее сильно упали и Венесуэле пришлось продавать ее ниже себестоимости. Поток валюты из-за рубежа иссяк и стране оказалось просто не на что закупать еду и вещи первой необходимости. Полки в магазинах опустили и народ оказался на грани голода. С новыми санкциями покупать продукты за границей стало еще сложнее. Часть стран теперь просто отказывался их продавать. С Венесуэлы перестали сотрудничать большинство стран Евросоюза и ключевые страны Латинской Америки. США отказались закупать нефть у крупнейшей государственной нефтяной корпорации Венесуэлы. Также в конце августа появились новости, что Трамп рассматривает новый пакет санкций, которые помешают Венесуэле продавать нефть в Европу и Азию. Серьезным ударом для венесуэльских властей стал отказ Банка Англии выдать стране золотые слитки на сумму более миллиарда долларов. Вообще-то золото принадлежит Венесуэле, но банк отказался его отдавать, потому что не признает Мадуро действующим президентом. Кстати, здесь есть интересный момент, потому что с одной стороны мы видим беспредел английского банка, который не отдает Венесуэле деньги, его золотые слитки не отдает. При этом жители Венесуэлы навряд ли что-то выиграют от этого, потому что Мадуро будет использовать эти деньги для того, чтобы укрепить свою власть, для того, чтобы как можно дольше удержаться в своем кресле и отсрочить, я думаю, неминуемый свой конец. Напишите в комментариях, как вы думаете, нормально ли это не отдавать сейчас эти золотые слитки Мадуро или все-таки их нужно было отдать. Мадуро часто говорит о том, что главный виновник кризиса в Венесуэле это США, которые развязали против него экономическую войну. Но если посмотреть на статистику, то становится ясно, что экономика Венесуэлы загнулась еще до того, как США ввели последние санкции. За весь период правления Мадуро ВВП страны снизился на 50%, и отдельные секторы экономики, например, строительный, финансовый, просели аж на 80% или даже на 95%. Так что дело тут не столько в санкциях, сколько в бездарном управлении и упрямых попытках построить социализм 21 века. Все это загнало страну в такой кризис, выбраться из которого действующим властям просто не удастся. Остается только надеяться на Россию, которая продолжает поставлять гуманитарную помощь и реструктурировать долги. Я, кстати, был в Венесуэле не один раз, и каждый раз я с ужасом наблюдал за тем, как там живут люди. Если вам кажется, что Венесуэла... Я был там, кстати, еще при Чавесе, помните, был Уго Чавес, который потом скончался. Собственно, Мадуро пришел на смену Уго Чавесу. И я просто с ужасом наблюдаю весь тот пи***ц, в который они втянули страну. Они развалили экономику. Вы понимаете, что сегодня Венесуэла, например, Каракас, столица Венесуэлы, вы не можете там выйти на улицу, если у вас есть часы, если есть какая-то цепочка, хоть какие-то украшения, потому что, скорее всего, на вас нападут. Сегодняшний Каракас, сегодняшняя Венесуэла — это бесконечные очереди, в которых стоят люди. Люди стоят в очереди за всем. За зубной пастой, за туалетной бумагой, за хлебом, за едой, за продуктами. Сегодняшняя Венесуэла напоминает последние годы Советского Союза, как конец 80-х. Это пустые полки, это невозможность чего-то купить, если у тебя нет денег. Это страшная инфляция. Посмотрите на график инфляции. Деньги там обесцениваются, они превращаются просто в мусор. Бумага, на которых печатают деньги, она стоит дороже самих этих денег. Эти пачки там вообще невозможно ничего сделать. Сегодняшняя Венесуэла, она действительно очень чем-то напоминает какой-нибудь 89-90-е годы Советского Союза, когда уже понятно, что это все уже на грани, когда жутчайший дефицит, когда каждый выживает как может. Это параллельно накладывается еще страшный бандитизм. Потому что все вот эти вот фавелы и бедные люди, которым нечего есть, они занимаются просто грабежами, разбоем. И Каракас сегодня, это один из самых опасных городов. Это один из немногих городов, где мне приходилось нанимать охрану, и по Каракасу я ездил на бронированных машинах. Потому что любой гид, который видел мои камеры, он говорил, «Слушай, мы с тобой вообще не пойдем, только бронированные машины, только вооруженная охрана, потому что ходить по Каракасу нельзя». И они продолжают дальше заигрывать, они продолжают дальше гробить эту экономику. Оттуда бегут люди из Венесуэлы, если у кого-то хоть есть какая-то малейшая возможность, люди бегут там в Майами, люди бегут в соседнюю Колумбию, там страшный гуманитарный кризис. Венесуэла сегодня, это на самом деле ад на земле. И проблема тут еще раз не в США, потому что кроме США санкции вели страны Латинской Америки, соседи Венесуэлы. Потому что это действительно такая просто гниющая рана, страшная рана на теле Южной Америки. Это сегодняшняя Венесуэла. И это действительно страшный путь, по которому в том числе может пойти и Беларусь. Потому что вцепившийся в свое кресло самодур, диктатор, действительно очень страшная нищая страна с очень грустной и печальной историей. Другой путь, по которому может пойти Беларусь, это путь Польши. В 70-е годы прошлого века на фоне антикоммунистических настроений и экономического кризиса там сформировалось масштабное забастовочное движение, на базе которого в 1980 году был создан независимый профсоюз «Солидарность». Солидарности удалось быстро набрать политический вес. И в первый же год своего существования она смогла добиться освобождения некоторых политзаключенных и смягчения цензуры. А также запустить обсуждение необходимых экономических реформ. Если сначала власти Польши пошли на уступки, то уже в 1981 году они испугались последствий и решили сдать назад. Председателем совета министров был назначен генерал Войцех Ярузельский. И с его приходом отношение к бастующим начало меняться. В знак протеста «Солидарность» устроила всенародную четырехчасовую предварительную забастовку, в которой приняло участие 13 миллионов человек. Экономическое положение тем временем продолжало ухудшаться. В стране наступил дефицит продуктов, который спровоцировал многотысячные голодные марши по всей стране. «Солидарность» решила разработать собственную антикризисную программу и провела съезд, на котором профсоюзная организация окончательно политизировалась и приняла решение добиваться смены режима. В декабре 1981 года руководство «Солидарности» проголосовало за открытую конфронтацию с правящей партией. На следующий день Ярузельский ввел в стране, в СССР пришел Горбачев, и его перестройка стала поводом для польских властей тоже провести реформы и немного ослабить давление на оппозицию. Активисты «Солидарности» начали выходить на свободу и вновь устраивать собрания. К 1988 году стало понятно, что протестное движение никуда не исчезло и стремительно набирает силу. Весной 1988 года в Польше началась новая волна забастовок. Ее пытались подавлять силой, но за несколько месяцев она приобрела такой масштаб, что противостоять было уже невозможно. В 1989 году начались переговоры между руководством «Солидарности» и правительством Польши. На них оппозиционерам удалось добиться учреждения должности президента, выборов Верховную палату парламента и квотирование мест в Нижней палате парламента. Первым президентом договорились назначить Ярузельского. Обе стороны были ужасно довольны. Оппозиция получила право избраться в законодательные органы и вести легальную деятельность. А правящая партия оставила за собой контроль над исполнительной властью и при этом добилась остановки забастовок. Уже в июне «Солидарность» успешно избралась в обе палаты парламента. А еще через два месяца одного из представителей «Солидарности» Тадеуша Мазовецкого утвердили премьер-министром. Мазовецкий сформировал свой совет министров и запустил экономические реформы, которые получили название «шоковой терапии». Шоковая терапия должна была очень быстро перевести экономику от плановой к рыночной. Она вызвала стремительное падение производства. Но народ доверял правительству солидарности, поэтому в целом стране удалось довольно спокойно пережить два кризисных года. А потом экономика Польши стабильно начала расти. И растет она до сих пор. Я думаю о том, как сегодня выглядит Польша, что там происходит, мне объяснять не надо. Я думаю, большинство моих зрителей, которые живут в Беларуси, они были в Польше. Ну, а российские зрители тоже или были, или примерно. Представляете, что польский путь немножечко отличается от того, что происходит в Венесуэле. По какому пути пойдет Беларусь, никто не знает. Здесь все будет зависеть от беларусов, насколько настойчиво они будут. Потому что Лукашенко сегодня себя ведет как Мадуро. Он отказывается идти на переговоры, он упрямо настаивает на своей легитимности. Это даже немножко смешно говорить. Он обвиняет во всех неудачах внешних врагов. Для беларусов это может обернуться затяжным экономическим кризисом. Радикализация протестного движения, усиление репрессий и массовой эмиграции. И здесь нужно понимать, что у Беларуси нет другого пути, кроме пути реформ. Реформы действительно могут быть болезненными. Потому что то, что Лукашенко называет стабильностью и порядком, это застой и деградация. Вот эти госпредприятия, которыми он гордится, они сегодня неэффективны, они не конкурентоспособны. Сегодня Лукашенко торгует своей задницей. То он к одним повернется, то он к другим повернется. То есть он побежит к Путину и Путин ему дает там бабло. То он начинает там что-то выторговывать и бегает там лебезит перед Европой. Сегодня единственное, чем эффективно может торговать Беларусь, это жопой Лукашенко, который просто крутится, подставляя ее и пытаясь то там, то там урвать и еще как-то на этом месте удержаться. Беларусским предприятиям нужны реформы. Я говорил со многими экономистами, я читал многие статьи, анализ ситуации и мнение на этот счет в профессиональном сообществе, оно однозначное. Сегодня белорусская экономика находится в тупике и ей нужны реформы. И действительно первые годы может быть сложно. Но если мы посмотрим на примеры соседних стран, не какие-то далекие примеры, а на примеры стран Восточной Европы, то мы увидим, что Беларусь может быть свободной, демократичной страной, с нормальной экономикой, с нормальным уровнем жизни. Сейчас Лукашенко, конечно, будет всех пугать. Он будет вам рассказывать про то, что вот если не дай бог Лукашенко сейчас скинут, придут солдаты НАТО, там уже ядерные ракеты, страну куда-то растащат. Что растащат? Куда придут? Если мы рассматриваем Европу, если мы рассматриваем НАТО и если мы с вами смотрим на Евросоюз, то Евросоюз выгодно сильная независимая страна на своих границах. России выгодно сильная независимая страна. Свободная, независимая, экономически успешная Беларусь, она выгодна всем, кроме Лукашенко. Потому что в этом Беларуси Лукашенко не будет места. И сейчас, конечно, он окружился силовиками. Он объяснил им, что они находятся не в одной лодке. Он пригласил российских пропагандистов, он в очередной раз сейчас будет торговать. Я не знаю, что он... Сейчас он будет видимо продавать союз с Россией, что он может Путину предложить. Я не знаю, что он может Путину предложить. Он будет торговать Беларусью сейчас, что будет сидеть. Потому что он понимает, что он загнал в угол и ему уже некуда идти. Поэтому здесь все будет зависеть от беларусов. По какому пути пойдет страна, какой Беларусь будет через несколько лет, зависит от того, что сегодня происходит на улицах Беларуси. Я буду продолжать отвечать события. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, распространяйте это видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok